Девушки отдыхают В «Металисте» отметили юбилей региональной общественной организации по работе с молодежью поколения. Ей исполнилось пять лет. Активисты реализовали множество крупных социальных проектов. В праздничный день воспитанники детского и юношеского центра подготовили для юбиляров музыкальные номера. Виновников торжества поздравили первые лица города. Я, конечно, сегодня хотел бы поблагодарить организаторов-учредителей. Второе, конечно, я на вашем лице хотел бы поблагодарить администрацию правительства Магаданской области, Министерство внутренней политики, потому что я знаю, что активное взаимодействие, сотрудничество и ресурсный центр помогают в написании проектов. Это очень важно сегодня для развития любого общественного объединения. Конечно, я хотел бы поблагодарить членов этой общественной организации. Поколение реализует проекты для молодежи Магадана и Колымы. Основная цель организации – воспитательная, культурно-досуговая и социальная работа с детьми. Магадан присоединился к всероссийской акции «Дню заботы о памятниках истории и культуры». Одним из таких мемориалов стал памятник пионерам освоения Колымы и Чукотки. В 1966 году было принято решение установить памятник тем, кто начинал строить Магадан и осваивать крайний северо-восток. Дело шло медленно, но в 1974 году скульптор Кирюхин, архитекторы петербуржцев и самсонов создали проект памятника. И он включал композицию из трех скульптур и вот такого, вот этого, которое мы годами привыкли видеть, основания, трехстороннего основания с барельефными изображениями самых представителей самых разных профессий. Только в 1999 году этот памятник был установлен, но, собственно говоря, не памятник, а основание для него. Вот куда делись отлитые скульптуры для этого памятника, до сих пор неизвестно. На мраморной плите не было названия памятника, только дата начала строительства Магадана. А в 2019 году его восстановили пионером освоения Колымы и Чукотки. 23 апреля 2021 года по инициативе сотрудников и волонтеров музейного комплекса Магадана «Мемориал» стал объектом Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры. В областном центре стартовал марафон добрых дел. Это большая ежегодная городская акция благотворительности и волонтерства. Целый месяц добровольцы, члены городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана» будут участвовать в проведении более 100 мероприятий, направленных на оказание помощи нуждающимся, уборку территорий и многое другое. 32 объединения от учебных учреждений города, центров дополнительного образования, а также волонтеры культуры, волонтеры-медики и инициативные жители города собрались на территории 14-й школы на церемонии открытия. Самым юным активистам торжественно вручила личные книжки волонтера координатор городского корпуса «Волонтеры Магадана» Александра Колесникова. О путевке, распределяющей задачи по каждому из объединений, выдал Юрий Казетов. Нам с вами предстоит в течение конца апреля, фактически мая, начало июня, выполнять различные виды волонтерской деятельности, будь то от оказания помощи, заканчивая уборкой городских территорий, парков, скверов, береговой части. То есть сегодня применение сил, ну, возможно, везде. Вы знаете, всегда я вспоминаю очень, может, избитую, но для меня очень близкую фразу писателя, помните, Антуана Сенцидзюфери, произведение «Маленький принц стал утром, убери свою планету». В самом деле, в этой фразе, наверное, вот та ответственность человека за свою планету, за окружающих, она выражена. Я сегодня вас поздравляю, ну, и буду очень рад поручить вам путевки, надеясь на удачную совместную работу. Юные участники поделились своими взглядами на добровольчество и рассказали про уже имеющийся опыт. Сегодня я получила книжку волонтера. Для меня это очень важное событие. Мне очень нравится помогать людям и природе. Мы участвовали в очень многих акциях, благотворительных конкурсах, собирали много для детдома, для дома престарелых. Я планирую просто помогать людям в будущем, так как считаю, что это важно, просто это заложено у человека в крови, это должно быть. Теперь участникам предстоит поучаствовать в акциях, мастер-классах, тренингах и концертах. По их словам, волонтерство не только позволяет им совершать добрые поступки, но и знакомиться с интересными людьми, учиться чему-то новому и делать окружающий мир лучше. Это марафон добрых дел. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Музыканты Магаданского оркестра. Духовой и эстрадной музыки представили публике цикл концертов для взрослых и детей. Мьюзик-арт – проект «Секреты духового». Мероприятие прошло совместно с театральной студией «Ред». Первая глава – инструментальная «Ред-акция». Зрителям рассказали о музыкальных инструментах. Организаторы отметили, что это образовательный цикл концертной программы. Руководитель творческого коллектива рассказал зрителям об истории музыкальных инструментов духового оркестра и как они применяются в исполнении произведения. Среди представленных – малая и большая флейты, барабаны и даже саксофон. «Саксофон – это достаточно юный инструмент. Его изобрели в 1842 году. Для тех, кто не знает, изобрел его Адольф Сакс, бельгийский композитор и музыкант. Граждане Бельгии очень гордятся своим земляком, потому что он изобрел не только саксофоны, а многие инструменты духового оркестра». Алексей Грушевик, дирижер оркестра, тоже исполнил со своим коллективом творческий номер на ударных музыкальных инструментах. АПЛОДИСМЕНТЫ Артисты и музыканты показали программу, которая составила тандем музыки и клоунской работы. В зависимости от аудитории, концерт украсили импровизацией и интерактивом. Специалисты отметили, что первое представление – самое сложное в подготовке. Музыканты до мелочей продумывали концепцию, которая интересно и увлекательно познакомит публику с инструментами оркестра. В Северо-Восточном государственном университете стартовала вакцинация от коронавируса. Владислав Антипов учится на третьем курсе Института цифровых технологий и экономики. Молодой человек рассказывает, что решил сделать прививку, потому что хочет обезопасить себя от этой инфекции. Если заболеть COVID-19 после принятия вакцины, антитела в организме уже будут, и осложнений можно избежать, отмечает студент. Опять же, знакомые или друзья, они все говорили о том, что вот не прививайся, потому что могут быть какие-то осложнения в виде температуры, либо опять же, можешь заболеть, мне не страшно на самом деле. Лучше переболеть сейчас, чем потом. Потом может быть более тяжело, чем, допустим, без прививки. Для работников и студентов вуза, а также политехнического института проводят вакцинацию в медицинском пункте СВГУ. Как отмечают сами сотрудники, иммунизация в стенах университета очень удобна. Не нужно идти в поликлинику, ждать своей очереди. Перед входом в медицинский кабинет нужно заполнить анкету о своем самочувствии. «Коллеги спокойно заполняют анкеты, проходят в кабинет, все как положено. Идет рутинная, рабочая, но для нас очень важная и приятная работа. Но коллеги, я уже так спрашивал, не жалуются ни на условия проведения вакцинации, ни на последствия, поэтому я думаю, все будет хорошо, российская вакцина лучше». Вакцинацию проводят с 19 апреля по 19 июня 2021 года. За первые несколько дней привиты около ста человек, рассказывают специалисты. Редактор субтитров А.Семкин